Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. Сегодняшнее послание называется «Знамения, сотрясения и печать завета». Знамения, сотрясения и печать завета. Три ключа к пониманию пророчеств. Во-первых, на небе и на земле будут особые знамения, обозначающие конец времен. Во-вторых, в конце времен ожидаются определенные сотрясения, которые были предсказаны. Ну и в-третьих, будет замечено особое знамение — это печать завета. 41 год я не знал о нем, но сегодня я покажу вам, что это доказательство начала конца. Определенные пророчества записаны в Библии, но как насчет того, что не было предсказано конкретно? Я называю их промежуточными событиями. А как же нам различать, что является настоящим событием, а что только предположения? Сейчас я вам расскажу. Наблюдая за пророческими местами Писания, я сделал такие выводы. Есть предположения, вдохновения и откровения. В чем же между ними разница? Предположение — это мнение человека о том или ином явлении. Прекрасный пример — это подписание мирного договора в Осло. Там присутствовали два пророка, которые провозгласили, что это начало с семилетнего мирного договора. Но это было не так, потому что число семь даже не упоминалось. Затем был двухтысячный год. Все были напуганы, но оказалось, что никакое это не событие. То есть многое может быть предположением, но этому не стоит доверять. Предположение оказывается правильным лишь тогда, когда оно происходит. А во-вторых, существует вдохновение. А это что такое? С греческого это переводится как «Божие дыхание». Бог вдыхает в нас вдохновение или интуицию. Наверняка многие из вас чувствуют, что скоро произойдет что-то большое. Вот это и есть вдохновение, о котором говорит Библия. Не игнорируйте вдохновение или внутреннее чувство, от которого вы не можете убежать. Поднимите руку, если вы тоже это чувствуете. Здорово. Это может быть вдохновение от Святого Духа о том, что ждет вас в будущем. Ну и в-третьих, есть откровение. В первом послании к Коринфянам Павел писал, «Говорю по откровению». Откровение или апокалипсис на греческом означает «снимать вуаль с чего-то». Откровение о промежуточных событиях, которые не всегда упоминаются, может привести к исполнению предсказания. Таким может быть только откровение от Духа Божьего. Библия говорит, что Дух Святой покажет вам то, что придет. Итак, нам нужно быть осторожными с предположениями. Я не говорю, что они неверны, но не нужно полагаться только на них. Ищите вдохновений, а еще больше – откровений. Как же нам понять прогрессирующие откровения в Библии, которые упомянуты не так конкретно, но благодаря откровению мы знаем, что они произойдут? Я покажу вам четыре способа понимания прогрессирующих откровений. Тех событий, которые не упоминаются конкретно, но благодаря откровению мы знаем, что они произойдут. Я покажу вам четыре способа толкования пророчеств по шаблону. Это очень удивляет людей. Откуда Пэрри Стоун знает, что «45» – это слово «что», и что о «45-м президенте» скажут именно «что». Я не читал никаких книг об этом, но расскажу вам, что я узнал, изучая еврейское писание. Равинское толкование писания очень сильно отличается от западной герминевтики. Вот вам номер один. Повторяющаяся пророческая модель. Это означает модель предсказаний, которые повторяются. Книга Экклесиаста, первая глава. «Что было, то и будет». Пример – это Евангелие от Луки, 17 глава, с 26 стиха. «Как было во дне Ноя, так будет и во дни возвращения Сына Человеческого». В Бытии 19 главе, также в таких главах, как 6, 7 и 8, описаны события, параллель которых прослеживается в наше время. И это называется повторяющаяся пророческая модель. Номер два. Повторяющаяся историческая модель. Сюда также подходит писание о днях Ноя. Приведу вам пример. БЦЕ, 11 глава. В земле Синар была построена башня, и это было первое всемирное правительство в истории человечества. А далее в Откровении, 17 и 18 главах, упоминается еще один таинственный Вавилон. Так названа всемирная религиозная система. Итак, Вавилон был в начале, потом Вавилон был во дни Даниила, и еще один Вавилон в конце времен. То есть история повторяется. И если вы хотите знать, каким будет таинственный Вавилон, то можете открыть БЦЕ, 11 главу. Там говорится о том, как люди пытались построить башню, чтобы достичь небес. Так вы поймете историческую модель, которая скоро повторится. Номер три. Повторяющаяся повествовательная модель. А это что такое? Мне часто говорят, что в Торе говорится о многом, но там не упоминается Вознесение. А я отвечаю, Вы просто невнимательно читаете. Если вы хотите увидеть Вознесение в Ветхом Завете, то откройте Исход, 19 главу. Там сказано о громком и продолжительном звуке трубы. На еврейском языке это Текия Хагодала. Это значит, что последняя труба звучала на празднике труб. Затем сказано, что Господь пришел с громом и молниями. А во втором послании к Фессалоникийцам сказано, что Господь вернется именно так. Но вот что сказано о Вознесении в Исходе, 19 главе. Господь спустился, а Моисей поднялся. Если вы возьмете это повествование из Ветхого Завета и начнете искать подобное в новом, то увидите трубы, потом Вознесение, далее приход Господа и еще многие удивительные события. Номер 4. Повторяющаяся числовая модель. Вы знаете, что я люблю числа? Вы помните мое послание о 5000-м годе, точнее, 5778-м. Если вы его еще не слышали, то обязательно прослушайте. А сейчас я покажу вам некоторые странные знамения. Я покажу вам то, что скоро произойдет, если мы действительно живем в последнее время. Вы увидите это, услышите об этом в новостях. Все это будет внезапным, и если мы живем в последнее время, то именно этого нам стоит ожидать. Скоро я покажу вам знамение, которое я называю Печатью Завета. Если вы готовы это услышать, я продолжаю. В Евангелии от Матфея, 24 главе, говорится о войнах, военных слухах, морах, голоде и землетрясениях, в различных местах, но я хочу показать вам то, о чем учат очень редко. Иисус говорит о знамении, которое укажет на то, в какое время вы живете. Итак, Евангелие от Матфея, 24 глава. Мы пройдем от 3 стиха до 14. Фаза номер 1 – религиозное обольщение и войны. И он сказал, что конец еще не наступил. Второй, так называемый, предвестник – это этнические распри, землетрясения и моры. Народ поднимется на народ, царство на царство, на греческом «этнос» – «эпээтнос», то есть этнические группы восстанут друг против друга. «Разве не это происходит сейчас?» После упоминания всех этих вещей Иисус говорит, что это начало родовых мук. До этого Он говорил, что это еще не конец, но затем Он говорит, когда увидите вторую фазу, то это начало родовых мук. Но обратите внимание, что Он говорит дальше, в стихах с 12 по 14. «Люди начнут обижаться друг на друга». Вы только посмотрите на то, что сейчас происходит в Америке. Нельзя ничего сказать, все сразу обижаются. Люди будут предавать и ненавидеть друг друга. «Любовь во многих охладеет, но претерпевший до конца спасется, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной. И что тогда? Тогда-то и придет конец». Иными словами, Иисус дает нам прогрессию. Не конец. Затем начало родовых мук, а уж потом конец. А сейчас я хочу показать вам, где именно находимся мы в этот момент. Мы между фазой номер 2 и номер 3. Надеюсь, вы согласны со мной. Фазу номер 1 мы прошли давным-давно. Мы между фазой номер 2 и номер 3. И когда мы придем к концу третьей фазы, то есть к тому, что Евангелие будет проповедано всем народом, вот тогда-то и придет конец. А с 15 стиха уже говорится о великой скорби. Мы прочитаем это в послании к евреям. 12 глава с 25 по 29 стих. «Смотрите, не отвергайте того, кто к вам обращается. Если те, которые отказывались слушать говорящего на земле, не избежали своего наказания, то тем более не избежим его и мы, которым обращается с небес. Тогда его голос потрясал землю, но сейчас он обещает, «Я еще раз сотрясу землю, и не только землю, но и небеса». Слова еще раз говорят о том, что все, что может быть сотрясено, все сотворенное, временное исчезнет. Останется только то, что непоколебимо. Поэтому, получая царство, которое не может быть поколеблено, будем благодарны и в благодарности, будем поклоняться Богу так, как Ему приятно, в почтении и страхе, потому что наш Бог — это пожирающий огонь. Мы сейчас входим в период сотрясения. Что-то заставляет землю и все, что на ней, сотрясаться. Итак, вот мой к вам вопрос. Библия говорит о терпении святых во время великой скорби. Иисус в Евангелии от Луки тоже говорит о терпении. И вот, внимание, вопрос. Есть ли у вас терпение, чтобы пережить сотрясение? Когда-то я молился, «Боже, дай мне терпение». Нет, я больше не буду так делаться. Библия говорит, что от скорби приходит терпение. Если я хочу терпение, то начинаются проблемы. Я спрашиваю у Бога, в чем дело? А он отвечает, «Так ведь ты же хотел терпения». Поэтому теперь я позволяю терпению иметь совершенное действие. И когда приходят скорби, я говорю, «Слава Богу!» Да, меня это расстраивает. Да, люди действуют мне на нервы. Но я буду учиться ходить в спокойствии. Хотите узнать правду? Я все еще учусь. Сложная эта наука. Я все еще срываюсь. Кто-то сказал «Аминь» на это. А сейчас вы услышите слово, которое дал мне Господь. Поэтому будьте очень и очень внимательны. Согласны? Это время людей, презирающих завет. Когда человек отвергает Слово Божие или пренебрегает его заветом, он разрывает свою ограду и свою защиту. Сейчас я покажу вам очень сильный стих из Библии. Это книга Ионы, 2 глава, 9 стих. «Те, кто ничтожных идолов чтит, лишились милости, что могли получить». Давайте прочтем это еще раз. «Те, кто ничтожных идолов чтит, лишились милости, что могли получить». Сейчас я объясню, что это означает. Я покажу вам, что делал Бог для Израиля, когда они обращались к идолам. Кто-то однажды спросил меня, что я считаю самым ужасным грехом Библии. Я говорил, что это хулана Святого Духа, потому что за это нет прощения. Но если не брать этого внимания и посмотреть на то, о чем Бог предупреждал Израиль чаще всего, то это было идолопоклонство. Он говорил, что идолопоклонство станет для них западней и жалом в Баку. Именно поэтому, когда израилетяне захватывали очередной город в земле обетованной, Бог велел им сжигать тот город. Он не просто хотел быть злым и жестоким. Те города были полны идолов, и Бог хотел, чтобы они были уничтожены, дабы его люди не обратились, выдало поклонство. Помните, как-то мы были в пустыне. С нами тогда еще был Эмир. Он показал нам город в пустыне и храм. Это была миниатюрная копия еврейского храма. Также он показал нам святое святых. Там было два жертвенника. Один был справа, а другой слева. Он спросил, знаю ли я, что это такое? «Нет», — сказал я. «Это жертвенники для благовоний». Когда археологи нашли это место, на одном из них было написано «Нашему богу Аждероту», а на другом «Нашему богу Яхве». «Что?» — спросил я. «Они были построены в разное время?» «Нет». Израилитяне настолько слились с местными жителями, что решили быть толерантными к существованию других богов. Поэтому они сжигали благовония для Яхве, а также для Аждерота, чтобы поддерживать мир со всеми. Это как проповедовать о том, что на небо есть и другие пути, кроме Иисуса. Я сразу же попросил достать камеры, и мы сняли там послание, которое называлось «Жертвенник сатане в Доме Божьем». А мы вернемся к нашей теме. Посмотрим 4 книгу Царств, 17 главу. Бог сделал четыре вещи, когда Израиль обратился, выдало поклонство. Во-первых, Он отдал их в руки их врагов. Они не могли одержать победу в битве. Во-вторых, Он убрал свое присутствие из Израиля, и теперь им пришлось защищаться самим. В-третьих, погода обратилась против них, и у них начались засухи и голод. Далее, в-четвертых, Бог сказал, что они будут молиться Ему, но Он не будет слышать их молитв. Зачем я все это вам рассказываю? Вчера я говорил вам о том, что конец придет тогда, когда ложные заветы начнут занимать место настоящих заветов. Но я хочу сказать вам, что ключ к тем пророчествам, которые касаются Божьего народа, всегда будет связан с заветом. Если мы выступаем против людей Божьего завета, против евреев, Израиля и Иерусалима, то тем самым мы готовимся боксировать с Богом. Ваша аминь может быть подтверждением этому. Бог хочет защищать свое слово, потому что его слово — это его репутация и его имя. Поэтому Бог хочет защищать свой завет. И любая империя, которая когда-либо выступала против евреев, с годами оказывалась на самом дне, потому что они выступали против земли завета, которую Бог хранит, как зеницу ока. Когда египтяне гнались за израилетянами до Красного моря, Бог утопил целую армию и за один день разрушил империю. Когда ассирийцы пытались напасть на Иерусалим, 185 тысяч ассирийских солдат погибли за одну ночь. Их трупы были повсюду, потому что они выступили против Божьего города и против завета. Вспомните хотя бы Вавилон. Эта империя была полностью разрушена, и сегодня она покрыта прахом за свое отношение к еврейскому народу. Тоже можно сказать о персах, о греческой империи. Александр Македонский, когда-то греческая империя правила от Индии до самого Египта. А сейчас это просто маленькая страна, к тому же банкрот. Затем была Римская империя, которая владела Западной и Восточной Европой, всем Ближним Востоком, к Пятому веку. Западная империя развалилась полностью, и на Востоке поднялась Византийская империя. Сегодня уже никто не говорит о Римской империи. Остались только руины. Почему никто не говорит о них? Потому что они разрушили еврейский храм. Вавилоняне тоже разрушили храм и взяли израильцян в плен. Во времена Османской империи с 1517 до 1917 года Турция правила 27 провинциями на трех континентах. Но поскольку они убили 2 миллиона армянских христиан, а также начали убивать израилитян, Бог положил конец Османской империи. И сегодня есть лишь страна Турция, которая не правит многими провинциями и не имеет такого влияния, как раньше. Они больше не правят на трех континентах. А знаете почему? Потому что нельзя выступать против христиан, которые в завете с Богом, а также против Божьего народа, которые в завете с Богом. Британская империя была очень великой империей, но когда закончился Холокост и жертвы Холокоста прибыли на корабле, именно британские солдаты развернули корабль с теми несчастными, которые были похожи на скелеты, и отправили их на Кипр. Именно в тот день Бог убрал свою руку с Британской империи. Так они потеряли Индию и Южную Африку. Они теряли страну за страной. И теперь осталась одна лишь Англия, которая имеет небольшое влияние лишь где-то в Европе. Но теперь над Британской империей зашло солнце. А что можно сказать об Америке? Каждый раз, начиная с Джорджа Буша-старшего и заканчивая Бараком Обамой. Когда мы пытались заставить Израиль отказаться от их земель, у нас происходили ураганы, торнадо, мощные землетрясения. Однажды у нас за один день произошло сто торнадо. А все потому, что в книге Иоиля Бог сказал, «Если вы разделите мою землю, то я разделю вашу землю. Если вы будете мне врагами, тогда я буду вам врагом и выступлю против вас». Вы слышите, что я говорю? Послания с главного события теперь доступны на CD и DVD. Не пропустите новые пророческие послания от Перри Стоуна и других помазанных служителей Америки. Послания Перри носят такие названия. Пророческий взгляд в еврейский 5778 год. Пророчество о космических войнах в Америке между ангелами и демонами. Хронологический отсчет времени. Знамения, сотрясения и печать с заветом. И стоит ли христианину готовиться к выживанию? В этих посланиях Перри рассказывает о пророческих смыслах, скрытых в еврейском году. Узнайте о четырех уроках духовной войны и четырех повторяющихся в истории моделях из послания о космических войнах. Узнайте, как Бог отчитывает пророческое время, открытое и скрытое время, и как ложные заветы положат начало к концу времен. Перри также показывает знамения мессианской эры, связанные с еврейской минорой, а еще разбирается с приготовлениями христиан к концу света, рассматривая их в свете библейских истин. Сюда также входят три послания от гостей, которые принесут практическую истину для вашего духовного роста. Джензен Франклин расскажет, как быть целостным. Рон Карпентер поможет вам разобраться с мыслями Бога в теме, которая называется «Тайна в тайне». Джон Килл Патрик произнес сильное послание о силе благословения, которое поможет вам изменить ваши слова о ваших детях, вашей семье и вашей церкви. Эти восемь дисков можно получить за пожертвования в размере от 55 долларов, а DVD за пожертвования от 95 долларов и выше. В них вошли изображения и места писания, используемые нашими спикерами. Для того, чтобы заказать этот набор дисков с главного события, посетите наш веб-сайт, позвоните или напишите нам. Вся информация сейчас указана на ваших экранах. Пишите нам на почтовый ящик 3595 Perry Stone, Cleveland, Tennessee. Мы верим, что вы будете в восторге от посланий с главного события, а также вы будете иметь лучшее понимание этих вопросов. Мы с нетерпением будем ожидать ваших отзывов. Вы смотрели четвертый отрывок с нашего главного события. Кроме меня, там проповедовали Джензен Франклин, Роан Карпентер и Джон Килл Патрик. Я проповедовал пять посланий, а это называется «Знамение, сотрясение и печать завета». Я показал печать завета на основании книг Захарии и Откровения. И зал просто ахнул. И мне очень нравится, когда я закладываю основания в послании. И люди думают, к чему он ведет? А когда я вдруг дохожу до нужной точки, то можно почувствовать, как атмосфера сразу же меняется и наполняется верой, силой и помазанием. Именно это произошло на этой проповеди. Итак, воспользуйтесь нашим предложением. Напоминаю, что в нем восемь посланий. Мы говорим о 5778 годе, о знамениях и печати завета. Это предложение будет доступно лишь короткое время. Спасибо за ваши молитвы и поддержку этого служения. Многие из вас уже слышали об этом, но 9 лет назад Дух Святой сказал мне стать отцом для нового поколения. Мы проводим три конференции для молодежи в год. На них собираются от 4 до 6 тысяч молодых людей. Критики говорят, от конференции нет никакого толку. Они никого не могут изменить. А я скажу вам, это неправда. Если вы так верите, то вы еще не были на наших конференциях. Ребята из нашей молодежной команды принимали спасение и крестились во Святой Дух именно на наших конференциях, на Warrior Fest. К нам приезжают молодежные группы из разных церквей со всей страны. Одна группа из Тампы после нашей конференции выросла от 3 до 50 человек. Может, мы касаемся не всех, но те, кого Дух Божий касается, уезжают измененными. Я приглашаю вас на наши молодежные конференции, которые пройдут в следующем году. А старшее поколение ожидает пророческий саммит в апреле месяце. Зайдите на наш веб-сайт, и там вы узнаете обо всех наших планах. Хорошего дня и до встречи через неделю. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2. Адрел 4, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Продолжение следует...